Куда ехать, если начнется война или тотальный... Я хочу поделиться с тобой одной уникальной страной, в которой сейчас нахожусь. Это Индонезия. Я нахожусь непосредственно на острове Бали. И я считаю, что это очень хорошее пространство для того, чтобы переехать сюда, переехать с семьей, перенести в свой бизнес какие-то активы. И сейчас я объясню, почему. Во-первых, начнем с того, что нужно заранее позаботиться об этих вопросах. Как все помнят, чуть менее двух лет назад происходили некоторые события. Было очень много слухов о том, что начнется вот-вот война. И кто-то догадался уехать пораньше, кто-то уже готовился это все увозить. Я лично получил сообщение от своего партнера выводить все свои капиталы в ДОЛОТО, потому что это будет сейчас самый крепкий актив. Стояли наши танки на границе, и еще никто до конца не верил, что все это начнется. Но вопрос в том, что когда это все началось, то люди увидели огромный скачок курса доллара и непонимание, как это купить. Нужно успеть уехать, приехать в банк по нормальному курсу с маленьким спредом. Какие именно возможности перевезти свои активы. Начали смотреть билеты. Билеты выкупались, билеты вырастали до 300-400 тысяч за те билеты, которые стоили 50 тысяч. Жилье здесь на острове сметали просто очень быстро. Огромное количество людей приезжало на панике. И в принципе как-то это еще улеглось, потому что мобилизация началась не сразу. По телевизору говорили, что все будет нормально, все будет хорошо. Никакой мобилизации не планируется. Это все быстро закончится, через буквально пару недель. Но я понимаю, что если об этом начали говорить в инфополе, в инфопространстве, то скорее всего и мобилизация тоже будет. Я тебе рассказываю, что вообще может с тобой случиться. И я решил поехать раньше. Плюс, может быть, мне повезло, потому что у меня работа была связана с стальными сетями, которые сейчас в России заблокированы. И когда я приехал, я уже прошел в некоторый путь, проторенную дорожку, потому что человеку здесь может понадобиться. А это и визы, и билеты, и жилье, и какие-то точки, куда можно сходить, и английский язык, и понимание вообще, что здесь происходит, какие здесь правила жизни. И когда уже началась мобилизация, это был сентябрь, чуть больше года назад, я уже подготовил почву, плацдарм, который я обкатал почти до идеала. Я перевез на Бали более 50 человек, и я смотрю, как они живут, что они делают, как они занимаются. Сам здесь прожил уже почти два года, и мне действительно есть, что тебе рассказать. Если ты планируешь переехать, и готовишься переехать, то позабочься заранее о билетах, потому что сейчас билеты стоят на через один-два месяца довольно дешево. Но будут ли они в это время или не будут, какой у них будет прайс, не будут ли они отменяться, потому что мои билеты отменились, но мне повезло, потому что я перекупил новые билеты за дешевле. Нужно заранее позаботиться о жилье, о визах, и это все дает остров Бали. Здесь достаточно комфортно сейчас жить, потому что остров открылся уже давно после ковида, все восстанавливается. Да, у этого есть своя обратная сторона, которая заключается в том, что здесь очень большие ценники на данный момент на все. Но такие ценники были абсолютно везде. Да, вспомним все эти истории про завышенный прайс у Казахстана, в других странах, как все стало тесно. Здесь, в принципе, можно было реально комфортно жить. И сейчас уже прошел новогодний сезон, туристов стало меньше, и цены падают, и в любом случае строится огромное количество жилья. И найти жилье можно. Просто нужно понимать, что, а как именно ты это сделаешь? Если у тебя никогда не было опыта переезда с другую страну, и ты не знаешь местных правил, конечно же, ты, скорее всего, пойдешь куда-нибудь на Booking, Airbnb, и будешь искать жилье там. Но я тебе точно могу сказать, и ты можешь ознакомиться с моим YouTube-каналом, что это самый худший способ искать себе жилье. Да, ты его найдешь, там будут замечательные фотографии, но переплаты за это будет примерно раза в три, не меньше. Ты можешь искать жилье через чаты, ты можешь искать жилье через другие источники и площадки, но здесь так же, как и везде, развивается риелторский бизнес, у него есть темная сторона в виде постоянного обмана людей, в виде кидалово, каких-то комиссий. И самый лучший способ, это, конечно, иметь своего человека, потому что, если ты будешь искать жилье, то я зарабатываю, например, на поиске жилья, как на самой услуге. Я не зарабатываю с того объекта, который я тебе сдан. Моя задача найти жилье. И ты платишь, например, мне за это. И здесь есть некоторые преимущества. Я приезжаю смотреть жилье, я смотрю его как под себя и вижу косяки. И у меня нет задачи сдать именно это жилье. У меня нет задачи сдать какое-то мое дружественное жилье. У меня есть задача найти жилье. То, которое подойдет именно моему клиенту. И если ты сейчас задумаешься об этом вопросе заранее и, по крайней мере, оставишь мой контакт для того, чтобы обратиться в будущее, ты себе не только сэкономишь время, нервы и силы, но и самое главное – деньги. Из моих самых крутых кейсов за последнее время – это клиент, который приехал. Мы искали виллу в диапазоне тысячи долларов. Я нашел виллу за 2 500, которая как раз-таки продавалась на сайтах за такой прайс. И мы скинули ее до 800 долларов. Простая математика, и ты понимаешь, что все мои услуги, они банально окупаются, не считая силы, времени и ресурсов своих личных. Билеты. Я могу помочь тебе с билетами. Если ты думаешь переезжать уже в ближайшее время, а я жду то, что обстановка будет накаляться, то я могу помочь с билетами и сделать билеты гораздо дешевле. Например, ты можешь улететь арабскими авиакомпаниями из Москвы на Бали примерно за 45 тысяч рублей. Если ты предпочитаешь бизнес-класс, то мы тебе его организуем за 80 тысяч рублей. Ты можешь сравнить цены прямо сейчас. Цены, в принципе, на эконом-класс начинаются от 70 и больше. Это когда самолет пустой, а я могу тебя перевезти следующим днем, потому что есть бонусные программы и система мили. И так как я, опять же, варюсь в этом очень давно, я научился это делать. Визы. Опять же, позабочься о своих визах. Большинство виз, которые ты можешь сделать, они делаются на 3 месяца. Да, ты можешь сделать визу по прибытию, на панике поехал в аэропорт. Но если ты заранее подготовишься, вместо того, когда визовые агентства поймут то, что идет большой наплыв, что людям, которые делают визу по прибытию, надо делать виза ран, плюс это виза по прибытию, у тебя будет много головняка в виде продления через месяц, в виде того самого виза рана. То есть, ты можешь сделать по нормальному, диппинговому прайсу визу B211 прямо сейчас, а она тебе позволяет жить целых полгода. Полгода, потом ты делаешь виза ран и живешь еще полгода. И так до бесконечности. Но если ты заранее подготовишься, вместо того, чтобы переплатить на билетах, на подорожавшем жилье, на непонимании, что как происходит, на такси, там, там по чуть-чуть, ты можешь заранее обратиться и сделать, например, КИТОС, это виза с возможностью проживания на Бали два года. Ты можешь спокойно въезжать и выезжать из страны. Ты можешь чувствовать себя полноценно, потому что сейчас идут большие проблемы с открытием банковских карт. Если ты полетишь не по КИТОСу, а по какой-то любой другой визе, то для того, чтобы сделать местную банковскую карту, ты отдашь не менее 200 долларов. И то сейчас, сколько бы я с агентами не общался, насколько я понимаю, банковские карты в данный момент не делают. Но если ты сделаешь КИТОС заранее, если ты вообще сделаешь такую возможность, да, внесешь предоплату, то у тебя будет возможность жить два года и сделать любую банковскую карту, купить транспорт на себя, оформлять виллу и сдавать ее в аренду на себя. У тебя появляется огромное количество возможностей. Если ты семейный человек и у тебя есть семья, опять же, для тебя открывается отдельная компания, ты получаешь аналог ВНЖ и переводишь всю семью и живешь спокойно два года, не парясь вообще ни о чем. Если у тебя есть капитал, то мои друзья занимаются тем, что мы переводим большие капиталы из любой страны в любую страну, так, чтобы они не попали под санкции. То есть там уже все просчитано, ты просто приходишь в одно место, отдаешь одну валюту и получаешь здесь на месте уже местную валюту и ты можешь купить виллу и тем самым ты можешь очень просто сейчас перебраться на этот остров и начать здесь жить. Население здесь очень приветливое, живет по своим законам хинди, но она немножечко является ответвлением от истинного хинди. Но в любом случае население конкретно здесь абсолютно дружелюбное. Если мы говорим в частности про Убуд, то королевская семья Убуда, Бали, сделала так, чтобы вокруг Убуда на расстоянии в 15 километрах не строилась ни одна мечеть. То есть ты можешь выбрать себе районы нейтральные, можешь выбрать себе районы, где не будет ислама и мечети, может, где их наоборот будет очень много. Ты себе здесь можешь подобрать абсолютно любую локацию для своего комфорта. Хочешь жить у моря? Живи. Хочешь жить среди леса и джунглей? Живи. Здесь всегда тепло, здесь всегда комфортно. Поэтому, если ты заранее позаботишься о том, какие билеты ты будешь использовать и купишь их уже сейчас, или ты можешь накануне обратиться ко мне. Ты можешь заранее сделать визу. Мы заранее с тобой подберем жилье. Я тебя встречу на острове. Я тебе все расскажу, я тебе все покажу. И самое главное, у тебя будут связи на острове. Потому что я здесь прожил уже почти два года. Я общаюсь с огромным количеством экспатов, которые здесь живут по 10-15 лет. Я знаю многие вещи, многие фишки и могу решать огромное количество проблем. И у тебя просто появляется возможность такого некого консьерж-сервиса, который решает все твои проблемы здесь на острове. В целом, ты можешь ко мне обратиться, взять консультацию по тому, что себя представляет Бали. То есть, я не настаиваю тебе полететь именно сюда. Ты берешь консультацию, тебе честно рассказывают, что и как здесь происходит. Потому что Бали это кошелек не для каждого. Здесь довольно-таки дорого жить относительно, потому что я могу подобрать для тебя наиболее оптимальное проживание и сказать тебе, что это будет обходиться, например, долларов 800. Но при этом, если ты можешь позволить себе жить более затратно, тогда без проблем. Я тебе организую вилу и все, что ты хочешь. Просто я видел вилы, которые сдают по 10-15 тысяч долларов, а им реально рыночная цена в 3 тысячи долларов. И знаю я это не понаслышке. Знаю я это, потому что снимаю вилу за 3 тысячи долларов клиентам и вижу, что это лучше, чем за 10 и за 15. Но при этом, если ты хочешь тратить 10-15 тысяч, то я также знаю шикарные вилы, которые тебе точно понравятся. Поэтому, мой дорогой друг, подписчик, зритель, готовься к тому, чтобы переезжать уже сейчас. У меня есть на канале огромное количество выпусков, которые называются «Как переехать на Бали», «Ответы на вопросы по Бали», «Путеводитель на Бали». Там ты узнаешь все этапы, которые тебе необходимы. Ты можешь обратиться ко мне непосредственно на мой консьерж-сервис, и я тебе полностью проконсультирую и подготовлю весь твой переезд. Начиная от документов, заканчивая билетами, жильем, визами, проживанием, как жить, какой район. Если у тебя есть семья, либо большие капиталы, ты также можешь ко мне обратиться. Я помогу тебе открыть любой бизнес здесь, либо сделать такты всех нянечек, гуверенанток, помощников, водителей. Я помогу тебе организовать комфортную жизнь здесь на острове для тебя и для твоей семьи. Более того, Бали на сегодняшний день является неким хабом в этом огромном беспорядке, в этом огромном мире санкций. Здесь есть все бренды и наши, и те, которые вели против нас санкции. Здесь могут жить огромное количество людей разных национальностей. Это некий хаб, где люди придерживаются строгого нейтралитета. Конечно, могут быть какие-то терки. Особенно я помню, первое время между русскими и украинцами была такая неприязнь, но она была больше со стороны украинцев, потому что русские жили в тотальном нейтралитете, а украинцы пытались обособлиться от нашего русского комьюнити. Но в остальном здесь всегда было тихо, здесь нет никаких претензий, здесь все живут спокойно, здесь обсуждаются только вопросы экономики и как можно сделать остров лучше. Поэтому данный остров является неким нейтральным полем, хабом для всех стран народности. Здесь инвестируют в проекты как русские капиталы, так и западные капиталы. Поэтому это место для всех очень важно. Я жду, что это место станет каким-то новым городом, мегаполисом по типу Сингапура, Шанхая, Гонконга. Будет иметь какой-то автономный статус, здесь будут развиваться технологии, и этот остров конкретно станет современным. И таким аутентичным Бали, где можно отдохнуть на острове, станет какой-нибудь соседний остров Ламбок, но Бали будет продолжать развиваться, и ты сейчас можешь приехать по сути все еще в начале его масштабного заселения и перестройки, и начать здесь какой-то свой местный бизнес. В общем, я считаю, что Индонезия и конкретно Бали это очень перспективная страна с большими возможностями и самое главное легким, не всегда понятным, но легким законодачеством по тому, как тебе здесь обосноваться. И для меня уже и для тебя у меня уже есть готовые варианты, как ты здесь можешь жить, потому что я напомню, что я перевез аж 50 человек, а может быть и больше, сюда на остров с абсолютно разными бюджетными запросами и ожиданиями от острова. Поэтому задумайся заранее, что делать, если начнется война, если начнется тотальный и возможно я смогу тебе помочь сделать все максимально незатратно как по времени, так и по силам, так и по деньгам. Спасибо за внимание.